Я так понимаю, вы сейчас находитесь в Соединённых Штатах, да? Да, совершенно верно. И что там в Соединённых Штатах? Вы наверняка имеете и встречи, и беседы на эту тему. Как настроение, скажем, американской политической элиты? Далеко ли они готовы идти в поддержке Савченко и в вопросе её освобождения? Знаете, я последние две недели пытался выяснить ровно это, насколько далеко они готовы идти. Разные люди по-разному. Если брать Конгресс, который в сентябре 2015 года принял двухпартийную резолюцию, а двухпартийная резолюция это очень серьёзная штука, это означает, что это не чей-то частный проект, это мнение действительно все элиты в целом. Так вот, Конгресс настроен решительно. Они видят, что предыдущая резолюция была России воспринята как шутка, может быть, как какое-то незаслуживающее внимание обстоятельство, и они сейчас рассматривают вариант того, что к приговору или сразу после приговора будет какое-то продолжение. В предыдущей резолюции был призыв ввести персональные санкции против российских чиновников, должностных лиц, которые лично участвовали в преследовании и незаконном лишении свободы Савченко. Что будет в следующей резолюции, пока непонятно, но, судя по всему, она будет и будет гораздо более жёсткой. Ну вот европейские политики, европейские парламентарии, члены Европарламента, члены парламентской ассамблеи Совета Европы уже готовят, как сообщают следствия массовой информации, список Савченко, подобный списку Магнитского. Такой вариант рассматривается? Ну, смотрите, если брать именно американскую ситуацию, то здесь всё несколько сложнее. Здесь за санкции отвечает не Конгресс, а Госдепартамент. И Госдепартамент, у него своё видение того, как нужно вести дела в России, и что нужно делать, и в каком порядке вообще вводить все эти меры. Я могу, я, к сожалению, связан с тем, что со мной беседовали всякий раз контенциально, таких встреч было много, но я неправильно назвать ни одного конкретного человека, с которым я разговаривал. Но недалеко, как сегодня, у меня был разговор с очень ответственным человеком Госдепа, который я спросил буквально следующее. Когда госсекретарь Кэрри выставился очень жёстко по поводу ситуации с Савченко, то мы настаивали на её немедленном освобождении. Не дожидаясь приговора суда, не соблюдая обычных в таких случаях условностей, действительно ли Госдепартамент имел в виду именно это? Мне сказали, да, мы имели в виду именно это. И меня заверили в том, что ситуация персональной надежды Савченко, она им понятна. Я спросил, нужна ли им какая-то новая информация, они сказали, нет, не нужно, у нас есть вся информация. Они действительно придают этому делу совершенно выдающееся значение. Даже в числе других пунктов повестки ситуация между Россией и Украиной. Поэтому из вот этих встреч, которые у меня были здесь в Соединённых Штатах, я вынес убеждение, что оставить эту ситуацию вот так, как она и сейчас, когда Россия отвечает через своих разных представителей, через МИД, через представителей МИД, через Министерство и Министры иностранных дел, что это наше внутреннее дело, не лезьте, вот такой ответ США не устраивает. Это я вынес совершенно однозначное впечатление. Хорошо. Я не буду вас долго мучить вопросами, тем более, что связь у нас не очень устойчивая и даже временами вас плохо слышно, но всё-таки, что касается непосредственно вашей работы, адвокатской команды, чего вы ждёте, какие ваши дальнейшие шаги и есть ли вариант со скорым освобождением? Скажем, в прессе активно обсуждается вариант с обменом Савченко или в прессе, скажем, активно обсуждается вариант, при котором Савченко выносят обвинительный приговор, а отбывать его направляют в Украину? Смотрите, я бы хотел подчеркнуть одну вещь. Дело в том, что... Я бы хотел подчеркнуть одну вещь. Дело в том, что работа адвокатов, именно как представителей в суде, у нас фактически уже окончена. Нам осталось выслушать... Приговор, это не требует нашего участия. Поскольку Надежда отказалась подавать операционную жалобу, то наша функция как адвокатов сводится, по сути, с этого момента только к тому, чтобы поддерживать связь с ним. Поскольку, вы знаете, к ней не пускают врачей, уже объявлено о том, что до приговора к ней не пустят никого из родственников и даже консулов Украины. Фактически, мяч сейчас полностью перешел на сторону политиков и дипломатов. То, что Кэрри озвучил свое заявление, нет тогда от приговора, это очень хороший знак именно того, что политики это понимают, что ждать еще две недели нет никакого смысла. Приговор можно вести сейчас. Я... Хорошо, извините, связь с вами все время прерывается, Илья. ...формату, который Россия может избрать для того, чтобы сообщник передать в Украину. Я понял, я понял. Спасибо вам большое. Да, я хотел сказать. Хорошо, да, что вы хотели сказать еще? Просто прерываемся через слово. Я понимаю, совершенно не важен формат помилования, обмена, что-то иное. Значит, сейчас единственный вопрос, который по-настоящему важен, убедить российское руководство в том, что дальше вот так продолжать нельзя. Если они это поймут, они сами найдут ходящие решения. Спасибо большое. Это был Илья Мориков. Спасибо.